Привет, друзья! Сегодня мы разберём очень важную тему, которая часто вызывает много путаницы у учеников. Это типы вопросов в английском языке. Это одна из базовых тем, и все должны уметь правильно составлять вопросы. Всего в английском языке пять типов вопросов. Общий вопрос, специальный вопрос, альтернативный вопрос, разделительный вопрос и вопрос к подлежащему. У каждого типа вопроса есть свои особенности, и сейчас мы их разберём. Начнём с общего вопроса. По-английски он называется yes-no question, то есть это вопрос, на который можно ответить да-нет. Например, ты любишь молоко? Да или нет? В таком вопросе нет вопросительного слова. Вопрос сразу начинается со вспомогательного глагола. В общих вопросах у нас непрямой порядок слов, то есть мы выносим вперёд вспомогательный глагол, потом идёт местоимение и потом смысловой глагол, если он есть. Let's take a look at examples. Are you cold? Тебе холодно? Is he hungry? Он голоден? Were they happy together? Они были счастливы вместе. Do you work? Ты работаешь? Did you call me yesterday? Ты звонил мне вчера. Have you seen this film yet? Ты уже смотрел этот фильм? Do you have a car? У тебя есть машина? Should I go to the doctor? Мне следует пойти к врачу. Will you meet me at the airport? Ты встретишь меня в аэропорту? Can you swim? Ты умеешь плавать? В этих примерах у нас были разные вспомогательные глаголы, но в каждом случае мы выносили их вперёд. Это главное, что вам нужно запомнить про общие вопросы. Для общих вопросов есть специальные короткие ответы. Например, Are you hungry? Ты голоден? Yes, I am. Да. No, I'm not. Нет. Does she live near you? Она живёт рядом с тобой? Yes, she does. Да. No, she doesn't. Нет. Can she cook? Она умеет готовить? Yes, she can. Да. No, she can't. Нет. То есть в коротких ответах мы используем тот же вспомогательный глагол, который был в вопросе. Можно, конечно, просто ответить Yes, no. Это не будет ошибкой. Также у такого вопроса есть разновидность. Он может быть отрицательным. Don't you like ice cream? Разве ты не любишь мороженое? Это разговорный вариант. Такие вопросы обычно передают наше удивление, раздражение, восхищение. Иногда они задаются, чтобы просто переспросить и получить подтверждение нашим мыслям. Можно ещё спросить полностью, без сокращения. Do you not like ice cream? Это более официальный вариант, и здесь мы делаем более сильный акцент на нашем удивлении, раздражении или восхищении, в зависимости от эмоций, которые вы хотите выразить. Can't you swim? Разве ты не умеешь плавать? Это безобидный вопрос. Мы просто спросили. Can you not help me? Ты разве не можешь мне помочь? Здесь мы уже высказываем своё недовольство. Вопрос звучит более строго. Разве ты не должен быть на работе? Безобидный вопрос. Разве ты не должен быть где-то ещё? То есть мы подразумеваем, что здесь тебя быть не должно. Ты должен уйти. Вопрос звучит более строго. Но здесь ещё зависит от интонации, с которой вы произносите эти вопросы. Следующий тип вопроса – специальный вопрос. Это вопрос, который начинается с вопросительного слова. В английском языке этот тип вопросов называется WH-questions, потому что большинство вопросительных слов начинается именно с этого буквенного сочетания. Давайте вспомним основные вопросительные слова. В таких вопросах тоже непрямой порядок слов, как и в общих вопросах. То есть мы ставим вспомогательный глагол перед местоимением. Только помимо этого, в самом начале предложения у нас ещё появляется вопросительное слово. Куда ты ездил в отпуск? Что ты хочешь? Как я могу проверить баланс своей кредитной карты? На такой вопрос уже нельзя ответить да-нет. Нам нужно дать развернутый ответ. Можно ответить коротко, можно длинно. Тут как вам больше нравится. Следующий тип вопроса – альтернативный вопрос – alternative question. Это вопрос, в котором нам предлагают выбрать из двух вариантов ответа. Ты будешь чай или кофе? Порядок слов в таком вопросе тоже непрямой. И в первой части, и во второй. По сути, мы просто слепили два общих вопроса. Ты живёшь в области или ты живёшь в городе? У неё есть кот или собака? Ты встретишь меня в аэропорту или мне следует взять такси? Ты звонил ей утром или ты звонил ей вечером? Это полная версия альтернативных вопросов, но мы можем их сократить. Ты звонил ей утром или вечером? Ты работаешь или учишься? Ну и есть ещё самый короткий вариант, что вместо второй части можно просто использовать not. Will you meet me or not? Ты меня встретишь или нет? Should we sell the house or not? Нам следует продавать дом или нет? Do you love me or not? Ты меня любишь или нет? Следующий тип вопроса – разделительный вопрос. Это вопрос с хвостиком. По-английски эти хвостики называются question tags. Ты любишь чай, не так ли? Обратите внимание, что первая часть предложения – это и не вопрос вовсе, это утверждение. Поэтому порядок слов в первой части прямой. Сначала идёт подлежащее, а потом сказуемое. А хвостик мы добавляем, чтобы убедиться, что мы правы. Хвостик – это мини-вопрос. Соответственно, в нём порядок слов не прямой. Сначала идёт вспомогательный глагол и затем местоимение. И интонацию мы на этом хвостике повышаем, делаем её вопросительной. Самое интересное в этом типе вопроса – это то, как эти хвостики образуются. Если первая часть предложения утвердительная, то мы используем отрицательный хвостик. При этом мы используем тот же вспомогательный глагол, который соответствует первой части предложения. Давайте вернёмся к нашему примеру. You like tea, don't you? Чтобы задать вопрос или сделать отрицание к предложению you like tea, мы бы использовали вспомогательный глагол do. Так как первая часть утвердительная, то хвостик должен быть отрицательным, значит в нём будет don't. He likes reading, doesn't he? Он любит читать, не так ли? She's French, isn't she? Она француженка, не так ли? They have bought a new house, haven't they? Они купили новый дом, не так ли? Sarah will help you with the report, won't she? Сара поможет тебе с отчётом, правда? И если первая часть предложения отрицательная, то хвостик будет положительным. He doesn't like playing computer games, does he? Он не любит играть в компьютерные игры, да? She's not married, is she? Она не замужем, не так ли? We should study harder, shouldn't we? Нам следует учиться усерднее, да? Ross can't swim, can he? Ross не умеет плавать, не так ли? You didn't mean to be rude, did you? Ты ведь не хотел показаться грубым, правда? Также есть несколько хвостиков, которые вам нужно запомнить. В предложениях sleds мы используем хвостик shall we? Let's go for a walk, shall we? Давай пойдём погуляем, хорошо? В предложениях с повелительным наклонением после don't хвостик будет will you? Don't be late, will you? Не опаздывай, хорошо? И после I'm хвостик будет aren't I? I'm right, aren't I? Я прав, не так ли? Следующий тип вопросов – вопрос к подлежащему. По-английски он называется question to the subject. Когда мы обсуждали специальные вопросы, мы сказали, что порядок слов в них не прямой. Сначала идёт вспомогательный глагол, а потом подлежащее. И в самом начале предложения мы ставим вопросительное слово. Но есть в английском языке два вопросительных слова, с которыми не всё так просто. Это слова what и who. Дело в том, что эти слова могут быть подлежащим, а могут быть дополнением. И в зависимости от этого вопросы будут строиться по-разному. Сравните два примера. Who are you talking to? С кем ты разговариваешь? Здесь подлежащее – ты. Ты что делаешь? Разговариваешь. Разговариваешь – это сказуемое. С кем – это дополнение. В этом примере who – это дополнение. Who told you that? Кто тебе это сказал? Здесь слово кто – это подлежащее. Кто сказал? Кто. Кто что сделал? Сказал. В таких случаях, когда слова who и what являются подлежащими, порядок слов в вопросе остаётся прямым. Обратили внимание? Who told you that? Здесь нет вспомогательного глагола did. Сначала идёт подлежащее, затем сказуемое, как в обычном предложении. Let's take a look at more examples. Who lives in this house? Кто живёт в этом доме? Кто там живёт в этом доме? Кто? Who? What makes you happy? Что делает тебя счастливым? Что-то делает тебя счастливым. Что? What is going on? Что происходит? Что-то происходит. Что? Who has the key? Кто имеет ключ? Кто-то имеет ключ. Кто? Это были вопросы к подлежащему. И теперь давайте посмотрим на несколько примеров, где who и what – это дополнение. Who did you see yesterday? Кого ты видел вчера? Ты видел кого-то? Кого? What did Harry say? Что сказал Гарри? Гарри сказал что-то. Что? Who are you phoning? Кому ты звонишь? Ты звонишь кому-то? Кому? What was Sally wearing? Что носила Салли? Салли носила что-то. Что? Мы используем who, когда говорим о людях, и what, когда говорим о вещах. Who is your favorite singer? Кто твой любимый певец? What is your favorite song? Какая твоя любимая песня? И еще в английском языке есть косвенный вопрос, который на самом деле не вопрос. Например, Марк спросил, пойдете ли вы с нами. Мы здесь на самом деле ничего не спрашиваем. Мы просто передаем слова другого человека. Это косвенная речь. Поэтому такие предложения не входят в список пяти типов вопросов в английском языке. В косвенных вопросах прямой порядок слов в предложении. Будьте здесь внимательны. Многие путают и меняют местами подлежащее исказуемое. Марк asked will you go with us? Это ошибка. Так говорить нельзя. Правильно будет. Марк asked whether you will go with us. Если в косвенном вопросе есть вопросительное слово, то мы его оставляем. He asked me where I was going. Он спросил меня, куда я шел. They asked us what time dinner was. Они спросили, во сколько будет ужин. He wondered how it was possible. Ему было интересно, как такое было возможно. Если вопросительного слова нет, то мы добавляем перед косвенным вопросом if или whether. They asked whether I loved my job. Или they asked if I loved my job. Они спросили, нравится ли мне моя работа. Я спросил, не был ли он голоден. The policeman asked me whether I saw anything. Or the policeman asked me if I saw anything. Полицейский спросил, не видел ли я чего-нибудь. Итак, давайте подведем итог и повторим типы вопросов в английском языке. Общий вопрос. Yes, no question. Вопрос, на который можно ответить да-нет. Do you work? Can you swim? Will you help me? Здесь мы выносим вперед вспомогательный глагол. Специальный вопрос. WH question. Вопрос, в котором есть вопросительное слово. Да-нет, на такой вопрос уже не ответишь. Он требует конкретного ответа. Where did you go? Куда ты ходил? How did it happen? Как это случилось? What have you bought? Что ты купил? Здесь мы тоже выносим вперед вспомогательный глагол. Плюс в самое начало предложения ставим вопросительное слово. Разделительный вопрос. Question tag. Вопрос с хвостиком. You like chocolate? Don't you? Ты любишь шоколад, не так ли? They're going out, aren't they? Они встречаются, не так ли? You didn't tell them anything, did you? Ты же им ничего не сказал, правда? В первой части предложения мы ничего не трогаем, ничего не меняем местами. Это обычное предложение. А вот в хвостике сначала идет вспомогательный глагол, а затем местоимение. Если первая часть положительная, то хвостик отрицательный. И наоборот, если первая часть отрицательная, то хвостик положительный. Альтернативный вопрос. Альтернативный вопрос. Вопрос, в котором нам предлагают два варианта на выбор. Ты будешь чай или ты будешь кофе? Ты живешь в центре или на окраине? Ты идешь на вечеринку или ты собираешься остаться дома? Здесь мы просто слепливаем два вопроса. В обеих частях непрямой порядок слов. Сначала идет вспомогательный глагол, затем местоимение. И последний, пятый тип, вопрос к подлежащему. Question to the subject. What happened? Что случилось? Who did this? Кто это сделал? В таких вопросах порядок слов прямой. Сначала подлежащее, в роли которого выступает what или who, а затем сказуемое. И есть еще косвенные вопросы, которые на самом деле не вопросы. И порядок слов в них прямой, как в обычном предложении. He asked me where I was going on holiday. Он спросил меня, куда я еду в отпуск. Также у меня есть отдельное видео на английском языке про каждый тип вопросов. Поэтому, если вам комфортно смотреть видео на английском языке, вы более-менее что-то понимаете и хотите каждый тип вопросов изучить подробнее, то обязательно их посмотрите. Это будет полезно и для практики английского. Тем более, после сегодняшнего видео вы с темой уже знакомы, и вам будет гораздо проще понять эти английские видео. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Пока! Субтитры подогнал «Симон»